У беларусов принято, как обчаствовать гостей. Кажут, когда ты делишься, то и у тебя будет нечто. Поэтому просто так никого не отпускают, накрывают столы. Кто что есть, кто что мая, накрываются все разом столы, и мы гостюем. Это такое оригинальное свято, свято традиционной стравы у пласток на квасок. Добрый день, меня зовут Сергей Выскварка. Я господар сядзибы моего деда. Мы ее называем сядзиба Паула и Марили. Увезцы пласток. Калиласка, будем шира вас шановать, будем к басам вас шастовать. Калиласка, калиласка, калиласка. Дэй моя стварыть некий такий бренд для звычайной везки, у якой, може быть, и нема такого великих особливостей, али вельми приемные люди. Ну, это моя родная везка, поэтому захотелось бы придумать нечто такое, как было отметным. Калиласка, мы вам жадаем житство году, а здоровья скоро буду. Калиласка, 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 калиласка. Калиласка, Мариля была такая, кажется, добрая господиня. Она сказала, что вельми много по два грибы у кваса. Платить одного. Как бы не были пузатые. Хотя, видите, ну, дается простое срава. Кислая капуста, вот такая, закисла. Крупа самая дешевая, по-моему, корловая. И сушеные грибы. Сечка самая, это сюда. Да? Вот сечки не варили, варили с этой. И, видите, можно и холодные, можно и горячие. Можно до пьянки и пашля пьянки. Можно на вот замес пьянки. Ну, перший этап – это подрихтовка. Як бы найти ты, кто будет готовить квас, как было чем частовать. По госпадынях мы стараемся, как бы их было не более шасты. Таму, что уже тяжко подлечить и вельми много квасу. И заужды у нас такая особливаясь – это выстава. Особливая выстава. Гэтым разом это работа, вытянанки, морные сердечения. И эта вся работа присвечена как раз свято у пластокных квасов. Мы на вот вырошили, что это будет завжды, первая суббота Жнивня. Не так шмат падей по всей Беларуси. Еще три дня в два и начнут копать бульбу. А это как раз таки час после Испаса, после Межспаса, еще не пост. Мне кажется, самый таки выгодный час. Капустный квас варить круглый год, у любую пару года. И стараются, как бы этот квас заставался. Он может быть постный, он может быть сытный мясный. Он бывает такой, который только для петва. Есть такой густый суп. Ну просто безлеч. И видите, что самое интересное, что у разных вариациях его любят все. Дегустация квасов. Гэта таки квас-конкурс. Калі люди голосуют за чей-нибудь квас. Таким специальным талончиком з эмблемой свята. Конечно, это довольно умовно, но все равно бывает так, что довольно ровно размирковываются голосы. Гэтым разом есть переможца, причем явный переможца, Ніна Маладзянова. И она удзельница всех шастей святов. И она готовит гэта грыбный квас на свята. Беру воды, добавляю, потом добавляю капустника. Грыбки замоченные были у меня. Я все туда лажу и начинаю варить. На медленном огне варила. Теперь зимой, так я в плите, а теперь вару на газе. Ну и, короче, добавляю перловочки. А мясо пережарвала с морковочкой, с цибулькой и добавляла. Например, у нас, в нашей семье, да и не только в нашей. Когда квас был горячий, то бульба должна быть холодной. Або только с хлебом. Когда квас холодный, то бульба должна быть горячей. До речи, квас может быть и шеябрадовой стравой, когда его варить на поминки. На веселье не веду и не варили. Хотя, напевно, на какие-нибудь похмелья, то докладно варили, то и он таки добрый. О, как бы вы только знали, как я готовлю, как у вас. На самой справе я очень люблю стоять, когда петься. Особливо вот тут, в этой хате, когда вот тут, где были мои бабуля, где была моя мама, где просто отбывается, видите, такая, ну, некая магия. Ну, и квас я готовлю, але не для себе одного. И он чомусь вымагает, чтобы была громада, хотя бы семья. Одному есть квас, ну, ну, как говорил, купить одному. Просто хочется, чтобы эта сядьба была живой, вядомой. Гэтага свято уже чакают мясцовые люди. Приходят наши бабульки, уже под 90 год, некоторым глядачам. Але они каждый год приходят, и каждый год для них нечто новое. Ну, вот хотя бы у таких же артистов. Вот сегодня приехала вербится. Ну, когда бишься тут у пласток, мы ее могли запросить. А тут вот такая нагода. Я не веду, на что это мне треба, на что это я роблю, на что я спастигаю людей, мясцовых, бабуль, женщин, мясцовый клуб. Не скажу, что я расскажу, не ведаю. Але и без этого так самым не могу. Субтитры сделал DimaTorzok